Всем привет! Начинаю с поездки. Наш путь начался. Вот Серёжка. Вот наш поезд. Поезд на Киев. Через Киев. На Иванафранковск. Да, на Иванафранковск. Кстати, тот поезд, которым мы ездили в Карпаты когда летом. И этот. И мы сейчас на нём до Киева, а с Киева ночью. Там будем 6 часов гулять и ночью выезжаем уже на Славянск. Так. Волнуешься? Да, завтра увижу Андрея. Я его затискаю. В очередь. Он уже там нас ждёт-ждёт. Капец, соскучились. В общем, лёгкого нам пути. Без приключений, надеюсь. Сели мы уже в вагон. Мы на Киев взяли пласткарт. А уже с Киева в купе будем ехать. А тут пласткарт, потому что нам недолго. Тут 4 часа и всё. И мы уже в Киеве. Поэтому не брали купе. Всё равно мы не ложиться, мы не постели, ничего не брали. Без 10.05 мы выезжаем и в 9.00 мы уже будем в Киеве. Вот так вот. Серёжка сегодня вспоминали и поняли, что мы вдвоём ещё никуда не ездили. Вот так поездом. Всегда с детьми только. Да? Да. Я не помню, вдвоём не ездили. Сейчас мы уже выехали. Едем в Киев. Сидим на вокзале. А сколько времени? А. 2. 2.41. Без 23. Мы сидим на вокзале. Уже сидим с 9.00 вечера. Ещё и объявляют, что наш поезд затримует... Не только наш, много поездов затримуются на полтора часа. Вот, мы зашли в платный зал ожидания. Здесь такие пледики. Не пледики, а одеялка прям можно взять. Ну, серый, не валяшка. Вот такой зал ожидания. Вот это мы тут ожидаем. Там есть зарядки, столик. Заряжаем мобилочки. Греемся с одеялками. И сидим. Слушай, на камере прям такой свет яркий. Хотя тут так тускло. Прикол. Опять Харьков Львив. Ещё вот так вот. Мы расстроены. Нам уже так время тянется. Ещё полтора часа. Это капец. Я думала, уже через 20 минут пойдём вниз к поезду. А нифига. Люди спят. А мы не спим. Как дурные. Дураки. Как дураки не спим. В общем, вот так вот. Если на полтора часа вдруг задержится, то не исключено, что, ну, может, немножко под пути нагонит время. Ну, по сути, мы вряд ли приедем в то время, в которое должны были. Вот такие дела. Сидим, как бомжи. Наконец-то мы сели. Полтора часа задержки. Это капец. Купо. Тёпленько. А? Улицу покажи. Короче, мы приехали. Погода весна была, а сейчас зима. Снега насыпало. И сыпет, сыпет, сыпет. Сейчас ложимся спать. Капец. Устали. Тяжёлое было пребывание. Уже сидели вот так. Спали на вокзале. Ужас. Мы ничего, уже в поезде, слава богу. Спросил у проводника, что задержка. Он говорит, не знаю, стояли что-то полтора часа. Час. Больше. Ну, короче, почти полтора часа стояли. Мы всё едем. Всё в поезде. Уже устали. Ну, кстати, на полтора часа поезд задержался. Ну, этот. Приезжаем по графику. Да, нау графику. Сейчас остановка две минуты. Потом ещё две. И мы уже в Славянске. На месте. О, уже едем, походу. Он так тихо трогается вообще. Тут у нас такая купешечка. Там Серый спит. Андрей уже нас ждёт на вокзале. Уже приехал. Так что ждём. Ой, едем. А он нас ждёт. Да, тяжёлая дорога. Ну, ничё. Эту почти у цели. Он уже тронулся. С возникновением. Ну, вообще часа полтора часа равно. Потом следующая больница. Дорога тяжёленькая. Чё. Ну, давайте быстрее. У меня сейчас зайдём. Вот. Мы приехали. Где-то перрон там. Там перрон. Короче. Идём навстречу. Куда-то. Куда-то идём. В общем, мы на месте. Всё. Позже появлюсь. О, всё. Что-то с фотоаппаратом у меня было, ребята, с камерой. Я так и не поняла. Короче, у нас новый день. Мы уже на квартире вчера с Андреем встретились. Такие уставшие были. Приехали. Заселились. Такая квартирка. Обычная, скромная. Кухня. Две спальни. Цветы нас встречали. Короче. Тут зима полным ходом. Вот. Вчера трошки сняла на телефон. Уже на вокзал, как приехали. Вот. И всё. Потому что шутокамеру не могла включить. Оно у меня непонятно, что с ней было. Сейчас пойдём на новую почту. Получим посылку. То, что я брату отправляла. Конечно же, его снять не получается. Он отстанет. Не трогай. Не снимай меня. Но этот. Я всё равно подлавлю. Сейчас пойдём гулять. Собираемся. Уже позавтракали. И пойдём на новую почту. Ещё хотим по городу погулять. Вот это получается наш дом. Вот. В который мы заселились. Тут рядышком такая кофейня. Кафе. Ну, в общем. Ребята пошли за кофем. А я вам снять решила. Такая дорога. Очень похож город на Черхасовне. Как будто бы. Ну, только такие спальные районы. Хотя мы типа близко к центру. Ещё в центр не ходили. Не знаем, где он. И вообще пойдём ли туда. Потому что такие дорожечки. Здесь, кстати, вообще не чистят. Ни улицы, ни дороги. Ну, коммуналка, походу, не работает особо. Ну, и понятно. Потому что город близко к линии фронта. Идём, короче, по улице. Получили посылку Андрею. А! Дурак! Это мой брат. Воспредельник. Башкетник. Идёт там спереди. Закидывает меня снежками. Пули пора свистели мимо. Это, не знаю, что это. Ну, по идее, мы в центре. Не знаю. Как-то так. Новая почта очень близко, между прочим. Буквально 400 метров от места, где мы заселились. Вот. Сейчас занесу вам посылку ещё в магазин. Но я уже, наверное, не пойду, что я нагулялась. У меня в этих кроссовках тут снега насыпало. Я уже все ноги мокрые. Так. Что купили в Славянске? Хотели в кинотеатр пойти, но решили, что тут с тревоги за тревогами. Поэтому набрали чипсов. Кинотеатр будет дома. Яйца. Микс зелени. Это салат свеженький хочется. Помидорки коктейльные. Это сделаю Андрею салат с собой ананасом. Это мороженое в морозилку отдали. Дальше. Это тоже ананасовый салат. Это мой брат. Прячется. Фета. Это взяли маленький соевый соус на этот салатик. Мясо будет жареное с луком. Картошки еще чуть-чуть добрали, подумали, маловато будет. Дальше сок яблочный. Дальше кока-кола. Дальше. Вот эти вот. Кумкват. Вкусная тема. Как мандаринка естся со шкуркой вместе. Потом это тоже на свежий салат оливочки. Это ряженка брат захотел. Это ананасы тоже на салат. Это уже завтра приготовлю. Филейка на салат. Майонез у нас остался. Молоко, пюре по меню у нас. Мясо жареное с луком. Вот это все 1600. А еще огурец там в коридоре. Мы его докупили в другом. А, кинула? Хорошо. Короче, все вместе с 1700 где-то. Вот такой набор продуктов. Мы уже готовим ужин. Здесь у нас такой салатик свеженький. Здесь салатик остался еще со вчерашнего ананасовый. И Андрей просит ему сделать с собой в лоточек. Думаю, все купили сегодня, сделаю с собой. А, я, по-моему, это говорила. Это лук в мясо пойдет. Сырочек у нас такой. Тут чипсы мы фильм посмотрели классный. Оливочки. Вот. Здесь у нас картошечка, пюре готовится. Здесь филейка на салатик. А здесь мясо жареное будет с луком. Пахнет я. Андрей с девушкой своей пошел в этот. За Кока-Колой. А мы с Сережкой вдвоем остались. Здесь сухой закон, кстати. В славянске сухой закон, чтобы все знали. Да. И это классно. Я думаю, все знают, кто здесь живет. Или рядом, или в Краматорске. Кстати, мне привет передавали из Краматорска. Огромное спасибо. Вам тоже приветик. Вот так вот. Все, сидим, отдыхаем. Я сейчас осознаю, что завтра мы уже уезжаем. И как-то... Грустинка появляется. Угу, появляется грустинка у меня прямо. Прямо капец. До свидания встречи. Просто так далеко, что часто не наездишься. И, ну, это грустно. Я чувствую, завтра рыдать буду на вокзале. Как дурная. Андрей уезжал, я плакала, как не знаю, что. И завтра опять буду плакать. Господи, когда это все закончится? Когда эти пацаны уже вернутся все по домам? Я понимаю, что, ну, это сейчас беда, горе и переживания просто для всех. Потому что, наверное, уже в каждой семье есть кто-то, кто воюет. Как говорится, война пришла в каждый дом. И тут так это ощущается. Здесь вообще, ну, во-первых, военных очень много. Очень много, мега много. Ну, практически весь город усеян. Во-вторых, что я хочу сказать, хотела так быстро сказать. А, дома выгоревшие, с выбитыми стеклами. Видно, что были прилеты. И это так все, ну, печально и как-то мрачает, конечно. Люди живут, город живет. Люди живут, стараются жить дальше, да. Город не сдается, то, что называется. Есть своя микро, как это, аура, структура. Ну, не скажу, что прям какие-то радостные ходят. Но люди добрые, я бы так это сказал. То есть, если какой-то вопрос, и ты к человеку подходишь, обращаешься, расскажут, покажут, направят. Душевненько, да. Душевно, очень душевно. Кстати, в Славянск красавцы. Угу, держатся, молодцы. В общем, вот так вот. Все, сидим, отдыхаем. Еще планируем поужинать. Еще один кинчик какой-нибудь посмотрим. И, наверное, отдыхать. Завтра уже надо в обед выселяться и домой. Вот так вот. Так что все. На этом я говорю всем пока. Вот так вот наше пребывание. Все как-то быстро, время летит. Не успеваем ни наболтаться, ни насытиться все встречей. Всех люблю, всем мира, добра. Обнимаю всех, берегите друг друга. Мира, хочу сказать, тоже всем. Мира два раза. Угу. И молимся, чтобы эта сволота ушла с нашей земли наконец-то. Субтитры создавал DimaTorzok